Так, всех приветствую на Wall Street Online. Каждую пятницу в DAS 00 мы рассматриваем основные фичерсные рынки. Потихонечку заканчивается лето, но это даже с одной стороны хорошо для торговли. Уже даже заметно по многим рынкам волатильность слабая, рынки не могут определиться с сильной тенденцией, ну в общем-то это закономерность летнего сезона и ждем декабрьского контракта ну и соответственно сентября. По интересным событиям, которые нас ждут на следующей недели это. Второй квартал отчитывается Япония по ВВП, прогнозирую, что будет хуже предыдущего отчета полпроцента, посмотрим как отчитается в понедельник, вторник, несколько отчетов по Британии, средний уровень зарплаты, потом слушанием по инфляции, также Германия читается по индексу экономических настроений, ну как бы планирую, что прогноз будет лучше предыдущего и посмотрим. Во вторник удивит нас USA число выданных разрешений на строительство за июль, планируется, что их немножко будет больше. Так, в среду опять же по заработной плате по Британии и заявки на посуды по безработице по Британии, а вот по штатам в среду очень важно это запасы сырой нефти и публикация протоколов ФОМС, ну там будет ФОМС в минутке, но в 21.00 в среду будьте осторожны, внимательно следите за и отчетом по Петролиуму и в принципе за ФОМКОЙ. Вдруг что-то поменяется. Так, в пятницу в принципе по Британии розничные продажи и по евросектору индекс пермитических цен. Ну, в общем-то, вот такая вот неделя ждет. Ну, фактически вот среда такая более, может быть, волатильность, ну, в последнее время пока волатильность тяжело обнаружить. И начнем с S&P, как по традиции. И мы посмотрим сейчас общую динамику. Выделим ключевые уровни, которые нам понадобятся на следующей неделе. Ну, сказать очень плотный флэт, это значит ничего не сказать. С 85-й по 68-ю, последние 5 сессий, это все, что смогли по S&P на самом максимуме создать. Как видите, ликвидность не самая лучшая, достаточно слабая. Ну, соответственно, желающих на максимуме открывать позиции, видимо, не так уж много. Но отметим обязательно пакет в 21.55. Это вот такой важненький уровень. С средины июля здесь простояли около месяца. по традиции сбросили немножко байеров, поэтому мы возьмем также эту локацию в список поддержки 49-43. Ну и ядро текущей недели, такое плотное-плотное, 21.78 по 80. Ну, в общем-то, очень плотное. Из вариаций, я думаю, что не смогут они так резко уйти в августе, прям уйти под 21.20. Коварно могут тянуть и дальше, поэтому смотрим по пробитию диапазон 21.55, 21.67. Вот, пока его не тронут, ну, последний блокпост это 49.43. То есть могут раскачивать маркет как раз под закрытие. Осталось совсем немного, буквально около четырех недель. Ну, последняя неделя там уже идет объем на декабрьский контракт, ну, вот, три недели, так что, вот, в следующей неделе еще под фомку могут потихонечку раскачивать, а там уже будем смотреть, особенно, чем ближе к экспирации, тем жестче будут их модели. На этой неделе ликвидность очень слабая, и, соответственно, очень намного проще будет пробить диапазон 21.80-21.78, это ядро текущей недели, поэтому могут снять стоп-приказы выше 85-й и уйти к ядру вот этой локации, как и сценариев. В принципе, попробовать его осуществить на шорт, как раз вдруг все-таки пойдут ниже, как раз на две-три недельки откорректируются, было бы замечательно. На покупку пробовать заходить дальше, ну, либо уже поздно, ну, достаточно такой перекупленный уровень, и объемов пока вот таких аномальных не появляется. Посмотрим, что там у нас по открытому интересу, и сопоставим эти данные. Значит, вот три дня, последних немножко набирают позиции, не существенно, но хотя бы не фиксируют. Поэтому на эти три сессии с 10, 11 и 12 ядро этих трех дней нужно выделить, и относительно на него на следующей неделе ориентироваться. Давайте мы сейчас еще посмотрим на срезе дельты. Иногда приходят вопросы и в чате, и на email. Почему показывают только несколько окон, причем достаточно постоянно, то есть уже несколько лет. Классер чарт, баров графики, классер профайл. На самом деле, как бы, компонентов очень много, и если в каждом из этих компонентов есть какой-то свой вариант анализа данных, ликвидности, подход, тип отображения данных, это займет огромное количество времени. Вместо одного часа Wall Street Online будет занимать целую ночь, наверное. Поэтому здесь компонентов достаточно много, и по статистике, и трейдс рейтинг еще мы не затронули, я думаю, в конце Wall Street Online вспомним про него. То есть, это как бы модули, которые обязательно нужно использовать. Ну вот, открывая платформу Wallfix, это первый набор, который нужно сразу посмотреть, что происходит, в общем, по масштабу хотя бы контракта. Так, ну, в общем, три дня с 10 по 12 у нас набирали позиции, и вот 17 тонн дельта на стороне селлеров. Вот, и до этого была такая незначительная дельта байеров. Как видите, она не прекращается у нас с 3-го числа, да. Единственная активность падает только по ликвидности. В отношении дельта процент, ну, вот, седьмое число можно выделить как действительно с хорошим дисбалансом. Сегодня всего лишь 2% перевес на стороне селлеров, хотя для такого оборота, ну, 800 тысяч очень мало. То есть, вполне сценарий может быть, как пятница, это сброс стопиков, соответственно, вот этих активных байеров. Поэтому возьмите на всякий случай для мониторинга с 78-ю и вплоть до 145 тысяч контрактов, оборот был 83,5. Коридор, где отличились покупатели, и, в принципе, очень поспешное расширение этого коридора в сторону 85-й подтвердит завершение сценария сброса стопорей у байеров. Как видите, не особо падают, то есть, давление вроде как бы небольшое, но есть, но желание уходить с перекупленной цены очень какое-то слабое. Ну, и селлеры, соответственно, отличились 76,5 по 74-ю. Вот этот диапазон нужно обязательно с понедельника уже не то, чтобы пройти, а даже забыть и уйти ниже 70,5. Тут 78 и 86 тысяч контрактов, соответственно, за сессию. Выделим спекулятивные уровни на более меньшем масштабе, на 15 минутном таймфрейме. Есть хорошие новости по поводу записи Wall Street Online. Вроде бы уже решилась проблема с размещением и возобновляется на YouTube-канале компании Wallfix. Будут размещаться полностью записи не блоками, а сразу целыми частями. Поэтому, если вы еще не подписались, очень удобно будете получать рассылку о новых Wall Street Online. Так, возьмем ядро 10-го числа. Тут у нас были по дельте байеры. И открытый интерес как раз увеличивался. Соответственно, на всякий случай, как уровень поддержки в 71-73 относительно этой недели будет в самый раз. Так, и сопротивление. Я бы даже захватил вот этот участок более точно. Здесь достаточно ликвидно поработали вот 3 мощных массива. И сегодня штаты открылись и как бы не смогли пройти этот уровень. Поэтому, на всякий случай, возьмите 82-84-25 как возможный уровень сопротивления на следующей неделе. Ну, и ядро 76-79,5. Тут видно невооруженным взглядом на левой гистограмме. Значит, четверг-пятница по сравнению ликвидности более активная. И особенно открытие пятницы. Также VWP-индикатор на уровне 78-й. Как бы экватор между байерами и селлерами. И пока вот второе отклонение не прошли. Это 84-25 как раз. Ну, соответственно, ориентируемся. Для позиционирования это достаточно простой в использовании и в удобный, полезный индикатор. FESX. На Outsuit Online я использую синхронизацию окон. Просто выбирая, допустим, FESX. Сейчас подгрузится все модули. И еще есть вот дополнительный график. Можно сразу посмотреть происходящее. Так, FESX подгружается. И мы... Здесь более динамичная ситуация. Идут как раз к 30-50. И пока вот не прошли. Уверенное достаточно расширение за 3000. Причем буквально за несколько сессий. И возьмем сейчас исключительно июньский контракт. Ой, сентябрьский. Без склейки. И вот уровень ликвидности относительно контракта сентябрьского этого лета. Ликвидность, чем выше двигается в европейский индекс, тем желающих ликвидности там размещать меньше. Поэтому 30-50 уже, в принципе, были на этом уровне в сентябрьском. И... пробьют, не пробьют. мы уже, я думаю, увидим на следующей неделе. Отметим ключевые диапазоны 29.83 по 29.18. Это у нас будет ядро. Первый массив сформировали основной в районе 70... вернее, 27.50-27... 27.30-27.70. Сейчас я выделю их более точно. И вот текущий, последний активный 29.18. Можно плотнее взять как раз по таким скачкам за 200 тысяч контрактов. И... 80.00 по 25.00. Вот этот коридор, как ориентирный уровень, основной диапазон объемных торговых сессий. И... здесь мы сейчас зафиксируем 3.7. И... 46.00. Вот уровень поддержки этого массива. Зафиксируем 29.02. Такие были две интересные торговые сессии реверсивные. Очень резко развернулись. И... Ну, все, внимание, теперь на 30.50 и получится у них пройти аль не получится. Как минимум, должна пройти ликвидность и не такого формата, как на этой неделе. Ну, хотя бы даже вот в районе миллиона полтора, миллиона триста, ну, в общем, за миллион, хотя бы... То есть, для расширения нужна вспышка ликвидности, соответственно, без нее будут расширения слабенькие. Так. DAX. Э... аналитики прогнозируют, что на следующей неделе по экономическим настроениям DAX считается вроде как позитивно. Собственно, на графике это уже отобразилось. Тоже, ликвидность на макушке на десятке не аномальная. Желающих немного там поработать. И выделим вот ближайший уровень поддержки 235-335 и вот эту промежуточную дозагрузку небольшую 450 по 400. Второго по важности уровня и 99.50 по 10.140 это вот ядро текущего контракта. Но я больше внимания уделял бы как раз вот 10.335 10.235 если будет корректировка до этого уровня там уже следить на предмет поддержки со стороны байлов. Индекс RTS дозагрузки и Так, здесь интересная сейчас такая модель произошла, вроде расширяли все больше на снижение ниже 94 и резко в противовес идут на 96. Максимум контракта в районе 96.700 плюс-минус, сессию которая сформировала в районе 93.550 как поддержку и протестировали, поэтому стоит выделить этот диапазон и плюс еще мы детально рассмотрим эту неделю в разрезе дельты и на таймфрейме чуть поменьше. Ну, как видите, по левой гистограмме ядро варьируется в диапазоне 92 по 95.00. Вот, это основной массив, тут соответственно было достаточно недель много, ну в общем 4 массива крупных как минимум. Вот, и фактически пробитие 97 будет означать о втором расширении в этом контракте. Первое было с 93 еще в начале июля расширили, отстояли как раз на 91-92 в этом коридоре. И вот подходим к второму возможному расширению. На реверс, в принципе, ликвидность поступала и сейчас, конечно, меньше идет поток, но не на самом минимуме, это хорошо. Давайте посмотрим на... Ну, давайте сейчас сопротивление выставлю. Вот здесь могут быть печали, 850-450. И посмотрим по открытому интересу, насколько там интересно участникам. Ну, здесь все сразу понятно. Относительно контракта, если взять чистый контракт даже, открытый интерес пиковый, то есть за весь период сентябрьского контракта самая высокая активность, больше всего открыли позиции второй по рангу, 19-го, как раз вот разворачивали с 97-й и похожая активность. Вот, так что 97-я интересно участникам и еще бы ликвидности немножко добавить. И пока вот дельта показывает нам неоднозначное поведение. 11 тысяч контрактов в пятницу на продажу, причем и 15 вчера тысяч контрактов в коридоре. 94-400, 94-900 активность была наиболее высокой. 95-400, 9-го и 10-го числа по одной цене прошлись. Ну и, несомненно, нужно отметить 93-500. Тут 140 тысяч контрактов по этой цене. Ну и, две сессии протестировали этот уровень, пока не опустили. Сейчас мы настроим еще лимит. Вот так вот. Да, понятно. Судя по лимитам, сейчас непосредственно чистый дисбаланс достаточно нечасто проскакивает. Это вот то, что пока есть. Если все-таки уйдут ниже 93-й, вот ближайший диапазон активности также байеров. 91-900 по 92-300. Вот. Дельта незначительная в пятницу. Открытый интерес наиболее пиковый за этот контракт. И, думаю, стоит отметить 9 тысяч контрактов по 95-й на стороне селлера. 3,5 на стороне байеров 95-300. И на максимуме здесь немножко поработали по 2-1,5 тысячи. Ну вот суммарно компенсирует эту девятку. Ну, собственно, на эти 9 тысяч контрактов, внимание, все, пока вот ушли ниже этого уровня. Соответственно, давление селлеров уже в понедельник увидим продолжение. Пройдут 94-й, 400. Уже единственная тогда поддержка остается на 93-й, 500. Возможно, третий раз еще будут отстаивать. Выделим спекулятивные уровни. Ну, три дня был такой очень жестокий флет. Для частных трейдеров, для трейдеров, которые торгуют интродэй, особенно, это не самый хороший период. Ядро 94-600, 95-350. Вероятность накосячить, как бы, по сделкам, как раз во флете самая показательная. 93-800 и 93-550. Это, вот, четверг, еще утром разместили объем, потом его защитили и на открытии Америки даже расширяли на покупку. Так что, вот, как раз опираясь на эти уровни, особенно, вот, по 94-й, 500 начинается коридор. Вот, вот, такой всплеск ликвидности до закрытия. Вот эта точка, пока ее, вот, не пробили, еще первый барьер поддержки, это закрытие четверга. Вот здесь даже больше ликвидности, чем с утра было в четверг. Так, ну, даже если получится отстоять, на всякий случай, возьмите, вот, активность пятницы по 95-800, 96-100. Возможно, будут сопротивляться и не пустят к 97-й. В общем, обязательно нужно этот диапазон пробить. К сожалению, но пятница, неделя закрывается, фактически, на VWP, поэтому ориентироваться будем по поддержке 94-500, 94-900. Если в понедельник отстояет этот уровень, будем ждать тогда уже расширения за сопротивлением. Вот, РТС находится не на минимуме, как раз на максимуме, поэтому покупать. Далее, ну, с наличием вспомогательных факторов и нефтянка, и крупные акции должны потихонечку тащить наверх с хорошей ликвидностью. Ну, пока август не особо ликвидный на многих рынках, как видите. Так, это был РТС, рубль. Отметим самая ликвидная сессия в этом контракте, 4 183 000 как раз на пик пришлись. Вот, зафиксируем здесь, 67-700 по 67-900. Ну, в принципе, можно захватить ее 400-ю здесь, добрусили объема, как раз этот коридор возьмем на заметочку. Вот, также здесь начинался контракт на этом уровне, стартовый массив. Его пока не опускают. Площадка на поддержку на минимуме контракта в районе 63-950 по 64-200 так и остается. Пока она еще со счетов ее не списываем. И промежуточная загрузка, вот 65-950-150. Ликвидность идет ровная, не растет, не падает. Скорее всего, работает автоматическая система, может, Центробанк даже. Вот, рецессия, прям под линеечку можно гистограмму выставить, ровно идет. А это не самый хороший признак. 65-100 по 65-550 это вот топ диапазон по ликвидности, торговый диапазон. Ну, и чуть-чуть шире, соответственно, вот коридор до 65-й и до практически 66-й. Это вот основной массив в этом контракте, который сформировали. Вторая по степени ликвидности торговая сессия была вот здесь. Но она была более волатильной и почему-то даже попробовала выйти за 68-ю и вернуться очень быстро обратно. С чем это связано и насколько нужно было быть бессердечным, чтобы создать такой маневр. По ценовому диапазону прям прошлись. Так, ну, здесь сразу можно заметить основные массивы как раз вот торговая неделя заканчивается в этом активном диапазоне и он как ключевой. Если байеры будут сильно себя агрессивно позиционировать, то будем ждать тогда их на 67-й на этом уровне сопротивления. Тут тоже два таких мини-ликвидных, но достаточно важных массивов. Ну и поддержка уже на 64-и, 64 вместе. Посмотрим на баром графике и сейчас еще добавим сюда информацию по спот для сравнения. Рубль сейчас на пике 3.162.000 практически за неделю только набирают позиции. После корректировки с 67-й 500, 67-й 840, немножко тормозят маркет, открывают новые позиции. И это уже фактически полторы недели происходит. Сейчас мы еще и будем сравнивать. Ну вот, самая такая последняя активная дельта, потом буквально одна сессия за байерами и вот две сессии с самой пиковой дельтой на продаже. Ну, объем идет ровно, три сессии вроде как кто-то попросил. Посмотрим сейчас спот на дельте. Ну, вот так вот, в общем, уже полмиллиона. Это только дельта, объем 4.200 и это на, за период, давайте поставим контракта. Ну, в общем, не слабый диапазон, не самый минимум, достаточно активная пятница. Вот дельта крупная, которая была в последнее, как раз тоже была в хорошей ликвидности. И здесь мы отмечаем ли 65.30, 65 активность селлеров. Тут прям плотный диапазон после 65.8 стоит до 66.20, стоит выделить. Вот. И неделя как-то очень уж активно пытается торгуются у 65, 65.40. Собственно, если пойдет все-таки атака на 66-ю, продажи стоит пока повременить. Будем смотреть, как будут защищать 66.20 по 65.80. Соответственно, пока целую неделю активность байеров только увеличилась. Это на споте. Вот. И на рубле, сейчас мы посмотрим, идентичную активность, но на фьючерсе. Так, здесь соответствует, тут вот 160.000 контрактов дельта была оставлена, и диапазон 66.060, 66.200, такой плотненький. На фьючерсном контракте дельта около 20.000, ну, скажем, нулевая дельта. До этого дельты были по 38, по 32. Ну, в принципе, после 4-го числа в основном лидируют селлеры. И еще такой диапазон на фьючерсном контракте 65.720, 780. Здесь пока протестировали диапазончик, но активность там наблюдалась по селлерам. И как-то очень уж активно работают на... Ну, прям видно плотно весь коридор разместили за 5 торговых сессий. В общем, в этом коридоре очень часто были кросселлеры. Вот. Вот таким образом. Так, и... Ну, дельта 20.000 контрактов после такого коррекционного движения пока может даже и указывать на фиксацию шортов, и, возможно, даже до открытия. Ну, пока вот преобладает и на споте, и на фьючерсе. Поэтому поглядываем на нефть, поглядываем на... Sorry, по диапазону. Вот, под 65.820 по 720. Я забыл выделить вот эти 6.000 контрактов. Здесь очень плотно и очень достаточно объемно прошлись. По 12.000, 10.000. Прииспроисковил 20. Это сопротивление такие. Ну, поддержки остались еще те с этой активности, начиная с 64.780 по 820. И вот плотно две сессии работали 480.580 на 64. Это вот то, что может быть на поддержку ближайшего уровня. Как раз вот на 64.720.900. Тут тоже была активность. Приостановились. Ну, собственно, посмотрим, как откроется понедельник. Чуть-чуть выше ушли. ВВВП, как раз 65.300. Ядро недели плотное, соответственно, как и сама неделя. Поэтому стоит зафиксировать такие две ключевые цены. Это 65.600 и 65.100. Ну, де-факто, как бы, диапазон плотной такой активности, губительной и беспощадной. Кто одолеет, будут расширять байеры. Соответственно, нам нужно пробить 65.600 и для надежности по 700. Сейчас с копейками тут. 740. То есть это уже крайний блокпост. То есть расширение уже к 750. В этот период лучше пока осторожнее с продажами. И если вы стоите в покупках, то, в принципе, есть шансы на расширение до 66, может и выше. Соответственно, если понедельник идет на 65, это расширение вот этой линии. Пока они будут болтаться в диапазоне, очень сложно будет выделить как раз начало расширения. То есть можно еще на полной недели попасть вот в такой беспощадный флэт. И это не особо безопасно для торговли. как раз флэт, это как у моряков штиль. Вот. Собственно, море есть, а паруса нечем. Вот. Поэтому 65.100, 65.600 ставите две цены. Можно даже алерт поставить. И будем смотреть, как понедельник расширяет этот коридор. Иницирующая активность за 65.750, плюсик на активность байеров. Пробьют 65.100, уже полплюсика на активность селлеров. Остается еще вот блокпост пройти 64.800, 880. Ну и не забываем параллельно смотреть в спот. Евро. Смотрите. Видите список Smart, вернее Market Watch. Примерно в таком же порядке идет обзор Wall Street Online S&P. То есть, 4 индекса. Потом идет несколько валют. Потом идет нефть. И золото последнее. Эти инструменты мы периодически смотрим обзор от обзора. Поэтому, если мы сейчас смотрим валюты, до нефти еще немножко не дошли. Это так, на будущее, чтобы ориентировались примерно где-то в 20-30, можно подключаться на Wall Street Online, чтобы успеть на нефть. Ну или в записи уже посмотреть. Так, смотрим, что же там на еврике. Тут тоже все идеально рассчитано. Ликвидность прям ровненько-ровненько. Ну, на этой неделе средняя ликвидность такая слабенькая, но особо у них ничего существенного и не получилось создать. Создать 12, 20, по 35-ю. Сопротивление еще с прошлой недели. Пока вот вернулись, протестили и будем смотреть на следующую неделю, как они его расширят, а не расширят. Плотный массив контракта. 108, 11, 35. Тут самая плотная составляющая. Пока вот пытаются толкнуться от этой площадки. Посмотрим, уже по 122 будет понятно, получается вообще у байеров какие-то создавать расширения или не получается. По активности на евро не самая лучшая активность. Поэтому вот в таком режиме лучше даже избегать открытия позиций, так как рынок идет не по причине вливания кэша, а фиксации позиций. Поэтому лучше подождать, когда начнут активно заходить. ну вот собственно поддержка была, 3 единицы и 10,75 фиксируем. 7,5 тысяч контрактов 10 числа скинули. Вот, ну здесь прям весь коридор в районе 12,45 и по 11,17. Тут все цены фактически были за селлерами. Поэтому коридоры они так тяжело и проходят. Ключевые диапазоны по еврику. Сейчас еще фунт затронем и будем смотреть нефть. А, забыл сказать, в сентябре будет 4 открытых вебинара помимо AllSuite Online. По разной тематике будет интересно и начинающим, и уже бывалым трейдером. Поэтому, если вы подписаны на рассылку, вам обязательно придет приглашение. Вечером в 20.00 в районе среды четверга будут происходить эти вебинары. Так, фунт, 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 фунт. Ну, на фунте наличности, в общем, ликвидность на самом таком низшем уровне. Остановить это снижение, судя по всему, не каждый решится. Вот, ближайший диапазон такой активный как раз сейчас. 1.3.29.25. И, ну, тут остается только отметить 30.50. И коридор вот этой сессии 313-315. Как сопротивление. Пока ликвидность не появится, тренд на рост будет под вопросом. И вот, собственно, пока поддержку будут защищать на 29.25 по 1.3, можем еще увидеть корректировку. Ну, вот, как раз такой уже цикл сопротивления на максимумах уже третий раз выполняется. 167 тысяч контрактов было. В этой сессии активные пока не могут остановить эту активность, так как нет ликвидности. На следующей неделе очень много отчетов по Британии и посмотрим, как они помогут или не помогут поменять ситуацию с трендом на продажу. 313-3245 более плотная за весь контракт массивность, фактически ядро. 313-315 это вот торговая сессия. Мы ниже ядра основного, поэтому надеемся на корректировки, на тренд, на покупки, пока вот не уйдут высшие массивы, этого рост будет под вопросом. Видите, все меньше и меньше ликвидность на многих инструментах, и это говорит о том, что все ждут выборов в США и лишь, ну, плюс еще лето. очень много кто отдыхает и соответственно активность тоже падает. Начнем с CL. Видите, как поменяется картина уже в сентябре, возможно, даже под конец августа. Кардинально будет другая картина. Так, CL, сентябрьский контракт, третьего числа полмиллиона оборотов и вчера полмиллиона оборотов. Обе сессии на рост были и, соответственно, не первую не прошли, не пробили селеры. Пока вот пятница то же самое повторяет. Возможно, сценарий повторится. здесь ликвидность росла с каждой сессией. Соответственно, все больше и больше операций сделок проходило. И без сброса стопиков никак. Пока вот атакуем 44-ю. Самое главное, чтобы удержались выше ядра этой недели. Это будет хорошим таким триггером. на продолжение восходящей динамики. Посмотрим сейчас на открытом интересе. Пум-пум-пум-пум-пум. Скорее всего, сентябрьский уже экспирация подошла дата и выходит очень сильно. посмотрим, посмотрим, что там в октябре. Да, вот они открывают позиции. Уже со 2-го числа, даже раньше, с 29-го. Дельта на покупку было, все хорошо, здесь даже защитили. и вот и вот плохо. 5000 контрактов против 4243 в новом контракте. Так что коридор 11-го числа смотрим во все оружие. пятница может быть обман и маневр в понедельник резко вернется к 42.11 это будет уже подтверждающим таким критерием на то, что рост пока отменяется. Это в октябрьском контракте и в ликвидности там пока вот столько. Не так, как в сентябрьском, но активность есть активность. полмиллиона там 88 тысяч. Пять раз фактически. Дельта по УГС на сель была на покупку вчера и соответственно даже сегодня остается опять же за байерами активность. Так, давайте посмотрим еще бренд, что там скажут. По сель крайне важно, чтобы остались цены выше коридора четверга. То есть там был огромный ликвид и активность повышенная. Ну, в общем, все козыри за четверг. бренд рот ойл октябрь 16 тоже вчера была активность 200 тысяч контрактов и позавчера 180. Вот две ключевые торговые сессии. Фактически за октябрьский контракт реверсивная 42-я и тут стоит выделить как раз вот этот уровень поддержки, который был 5-го. 45-40 по 44-90 это вот последняя такая массивность важная. Фактически корректировка вполне нормальное явление будет на следующей неделе. Самое главное, чтобы вы удержали вот эти размещения, которые были 44-90 по 45-40. пока не уйдут ниже продолжению роста еще быть. Как только уйдут снова на 43-ю я думаю стоит пока посмотреть на защиту вот этого уровня поддержки, который в разы слабее, чем 44-90 45-40. Ну, в общем нужно смотреть. Ну и последний такой блокпост 42-80 и до 42. Тут 3 сессии, тут 4, даже вот 1-5. В общем 42-ю по 43-ю неплохо тут активность начали показывать. Контракт расширяют пока байеры и достаточно неплохо его развернули. Вот реверсивность прям показательная. Точно так же как анализируется открытие бара закрытие бара да открытие недели закрытие недели точно так же открытие контракта это 45-е плюс-минус и вот здесь как раз 3 сессии была борьба за этот диапазон четверг пробили его и пятница пока вот на новых ценах посмотрим как справятся покупатели с 46-ой ну соответственно опять же задача важна чтобы не ушли ниже тогда и равноудаленный вас видящий канал будет точь-в-точь как по ТА Мерфи вот ну и самая главная площадка 42-43 тут как раз набрали эти все позиции gold можем индекс доллара еще захватить быстренько у нас еще чуть-чуть времени есть так золото уже декабрьский и остался еще уровень мишка мед кажется я его назвал здесь был огромный ликвид на опционах массив 343 360 пока на новом контракте давайте посмотрим склейку а и вот эти торговые сессии 3 в качестве сопротивления можно смело выставить рост по золоту как раз будет проверяться на этом уровне кто торгует золото уже практически весь участок 2016 года постепенно идет рост и ликвидность которая пиковая с марта по 300 348 тысяч контрактов за день сейчас идет в районе половины той активности около 150 160 и 4 недели подряд она абсолютно в среднем одинаковая то есть где-то слабее ликвидность потом за день за два восстанавливают среднее значение ликвидности за неделю вот то есть каких-то скачков вбросов либо выбросов по ликвидности не наблюдается то есть четверг-пятница как обычно активные на то и золото вот они тут три недели на поддержке были несомненно нужно смотреть этот уровень ну да до 330 315 330 ну и 70 уже второй раз защищают селеры пока вот коридор установили таким образом 315 330 байры отстаивают ну и селеры появляются в районе 70 71 последний активный диапазон стоит отметить ну для недели текущей это вот 360 350 ну и по последнему периоду как раз 315 315 очень активно поддерживают посмотрим последнюю активность на декабрьском вот резко вкинули грессоры на покупку технично отрабатывают уровень уровень байеров 334 с половиной 336 и возьмем на заметочку вот эту активность которая на этой неделе внезапно появилась может сбрасывают может быть какие-то идут опасения но 356 358 на золоте на всякий случай зафиксируйте в качестве сопротивления тоже так коварно на 67 в разные дни по одной той же цене одни и те же активисты и вот по 600 контрактов в разные дни дельта на продажу то же самое вот 3 дня подряд поэтому аккуратнее с этим диапазоном если пройдут отлично ну как видите последние два дня дельта не особо активная но дисбаланс слабенький но не за байерами это не критично но обращать на это нужно особенно на вот этот коридор в пятницу вот он достаточно так заманчиво выглядит значит на открытом интересе ну так себе в общем не особо открывает позиции поэтому и такой профиль недели получился вторую же неделю они только мучают людей нет конкретики и динамики просто туда обратно таскать котировку поэтому пока не начнет набираться открытый интерес лучше повременить не принимать участие в этом безумии до ключевых каких-то отчетов новостей возможно событий индекс доллара несомненно нужно зафиксировать всплеск 97 97.25 похоже был 93 93 20 только на покупку активность и поддержка тут два раза никто не стеснялся результат пока на покупку и де факту как бы ядро уже пытаются атаковать 95 как раз вот этот коридор мы берем по 94 фактически это вот ключевой диапазон пока торгуются выше еще есть шансы на продолжение самым главным 97 пройти начнутся атаковать массив лучше быть в кэше понаблюдать кто все-таки победит в этом сражении только будет понятно что идут снова на 93 94 атаковать расширение последний блокпост 93 ну в общем пока ликвидность на 97 достаточно легко справилась с сопротивлением и ликвидность тоже слабая на этой неделе по индексу долларом ну и как видите все что открыли на макушке все начали практически все зафиксировали и не и не нет нет вливаний поэтому ждем пока 3-4 2 хотя бы подряд торговых сессий существенно не откроют позиции то есть вот пилу пилу могут устраивать еще на следующей неделе так что вот так вот спасибо что пришли на сегодня все попутного тренда будьте внимательны хороших выходных жду вас в пятницу 20.00 по этой же ссылке на youtube канале запись обзора будет ну и соответственно на facebook всего наилучшего до свидания пока